Григорий, поздравляем, шикарный бой был. У Дениса двух раундовый, у вас явно было раунды больше, но результат одинаковый, вы победили. Какие впечатления, ощущения, и все лишь было так, как вы хотели? Знаете, мы абсолютно правильно выбрали стратегию, мы абсолютно правильно разобрали Лазарчик, в принципе, разобрали этот эпизод. Каждому шагу он выбрался, то, что он делал в ринге, это я все видел уже много раз по телевизору, и мы это отрабатываем. Поэтому то, что с ним было делать, абсолютно было понятно, и мне кажется, я сразу почувствовал нить этого боя, и, наверное, так и довел его до конца. Гриша, был такой момент, когда тебе показалось вдруг, или ты увидел, что Лазарчик, скажем так, понял, что не знает, что с тобой делать, и потерялся? Ну, где-то после середины, сначала он достаточно мягко начал, аккуратненько, так, пук-пук, раз-раз, не сильно удар, и потом начал наращивать. Я начал отвечать, он начал вдваивать, я начал тоже отвечать, уходить в сторону, и я потом понял, после середины он такой, он смотрит на меня после гонга, и он такой не понимает, что ему делать. И я это увидел в глазах, он растерялся, действительно растерялся. То есть, он до конца начал отмашисто работать, так, и все сильно. Да, мне в углу постоянно говорили, вот Виталий и Сергей Николаевич, говорили в углу, что Гриша, сейчас пойдет в отбавок, жди, то есть, объявляю счет, я веду, мы ждали, что он побежит, просто побежит. Ну, как-то попытки были, но, честно говоря, больше агрессии я ожидал. То ли мои ноги были настолько хороши, что он действительно просто ничего не смог сделал, то ли непонятно. Но все-таки попадал, все хорошо ноги. Рассечение, вот что с рассечением это было уже? Ну, первое большое рассечение справа, это была голова, но я хочу сказать, что это не было намеренным ударом, то есть, это не было грязным боксом. Бил не для того, чтобы и не хотел не разбить. Так получилось, я не тошу, но обоюдно, это рабочий момент, да. Потому что таких моментов еще потом было очень много, но не привело к рассечению, а здесь так получилось. Если обратили внимание, смотрели повтор, тогда, именно по поводу яхтчу. Если бы я был рефер, я бы, честно говоря, за такие очки переснял, потому что это было ненавидно. Нет, нет, все нормально, рабочий. Вот, Гриш, два момента по бору, которые дали в свои глаза. Это твои ноги, и это, я так понимаю, тайская манера клича. Да, 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 да. Вот помогла тебе школа тайского бокса, наверное, вот в кличе, потому что в кличах ты выигрывал всегда. Трудно это отрицать, действительно, я в ближнем бою, вот именно в вязании, да, при держании, давлении, я всегда, у меня руки сильные, а это отмечали все. Но я хочу сказать, что у меня были очень шикарные спарринг-партнеры, подобранные. Андрей Князин, который здесь боксировал, он был у меня полностью в лагере. И он имеет стиль, такое давление, держит, рукой упирает, бьет сверху, то есть такая немножко грязноватая, но я знал, что влагащик будет делать то же самое. Я был к этому абсолютно готов. Григорий, вы уже сказали, как он смотрел. Сейчас, давай, давай. С ногами особая работа была, на уходите. Конечно, конечно, мы его раскручивали, да. Было три стратегии. В середине работать, в ближнем работе не давать, класть голову на плечо, не давать ему это лево-сбоку, он оттягивал и бьет жестко, как подал Рахиму, как многим. Это первое. Второе, его закручивать по сторонам, то, что мы делали, и встречать жестко, так же уходить в сторону. В принципе, все получалось. Сказали уже, когда он смотрел на вас, а когда в клинчах что-то проговаривал, может быть, пыхтел. Ничего не проговаривал, дышал, я чувствовал дыхание, вы знаете, мне казалось, что он дышит получше. Я вот сейчас сложно судить, но почему-то я ожидал чего-то такого большего. Я думал, сейчас будет вспышка, побежит, я не знаю, посыпься град ударов, не произошло. По дыханию я чувствовал, я думаю, что он передышал. Поэтому... А хотя бы один нестандартный ход с его стороны был? Все, все, все знали. Все, что он делал, это было все понятно. Гриш, хотя-то не реванш, говорили. И вот так, ну, что за реванш, наверное, сложнее будет. Мадарч все-таки так, да, он не ожидал, наверное, так, но ждал. Вы будете как-то особенному готовиться к реваншу, если там будет возможность. Вот Андрей Михайлович, сейчас возможен реванш с Мадарчем? Ну, возможно наверняка, просто мы еще не обсуждали ни условия, ни как, нигде. Ну, то есть, если надо говорить. Потенциально, почему нет? Ну, это прекрасный бой. Ну, так, многие поклонники боксера хотят посмотреть, что реванш будет. Да, ставить на вашу. Григорий? Это особенно, наверное, по реваншу, да, вот. Или у тренера спросите, а у Германии? Пожалуйста, спросите. Григорий, а вот такой вопрос. Уже слышал мнение от некоторых экспертов, так можно сказать, да, болельщиков. Вас тоже на отзыве о вашей форме, даже где-то недоумение. Вот за счет чего такая форма, потрясающая? Ну, вы можете, понимаете, тренироваться. Ну, действительно, просто можно тренироваться, пахать. Но у нас философия такая. Мы начали в начале июня тренироваться и закончили 27 сентября. Пахали два раза, не просто, а только пахали. Я очень много бегал, я километр набегал, много ударов, кумишку, тучек, много раундов. Мы просто пахали, да, шикарный споринг-партнер. Мы просто пахали, мы просто пахали, мы просто пахали. Условия, мы подготовили. Условия, Андрей Михайлович. Редакт, это очень талантливый, поддержать надо было по условиям. Как только условия даются, равные с теми соперниками, с которыми я уже говорила, они еще на этот период. А это готовится нежды и нескими. Я понимаю, что мы с ним должны еще улечься, но все-таки мечта ваша реализована. Вы стали чемпионом мира, мы вас все поздравляем. Сейчас следующая цель, вот все-таки еще рано, но тем не менее, может быть объединение всех поясов или что, или защита. Знаете, я об этом даже не думал в моей голове за мандатом в 27-е число. Должны уважиться эмоции, Андрей Михайлович. Еще месяц, увидимся, да, и как-то поделимся мыслями. Поэтому я в моей голове... Но в теории, амбиции-то какие? Перепол на столько радости, вы просто не представляете, я получал столько сообщений, вообще со всей России. У меня такое ощущение, что люди ждали просто фантастик. Я об этом не думал, что будет дальше. Я очень счастлив, что моя команда, что мой промоутер в меня поверил. Дали мне шанс. Андрей Михайлов сказал, что шикарные условия, действительно шикарные. Мы были в Испании, мы были в Законзоре, мы были в Чехове. Все было шикарно оплачено. У меня была команда, массажер всегда был со мной. Великолепный тренера Виталий Гриллер, Сергей Николаевич Васильев. Я сначала был против этого боя. Он ломал нас, да? Ну, так говори, мне было, значит, что я спогорил человек. Это был второй Копин и гид Эмиробокса Андрея Михайловича Реминска. Вот один шикарный момент. Гриллер, когда ты поднял руку у тебя, и когда ты услышал слова Римля Монцера, что новым чемпионом он становится, какая мысль была первая? О чем сразу подумал? О чем подумал? Сделали мы это. Сделали мы это. Мы это владарчика, это дьяволом. Мы его сделали. Что еще? Великая радость, большая радость. Поймали счастье перед Бэймом. Минуту в коридоре. Так она все-таки посмотрела твой бой. Но я видел. Она была как раз за спиной. По-моему, я видел после боя, она точно была. А смотрел ее нет. Не знаю. Очень жалко, что она не вышла в Рим после боя. Реминска, удалось, как ли, у вас эти образцы потрясти? Со стороны не было бы. Вы проществовали как тело врач? Нет. Знаете, честно говоря, думаю, что владарчик будет сильнее, но по внутренним ощущениям он не попадал. Он попадал жестко несколько раз. Наверное, ударом четыре за весь раунд. За весь бой было достаточно сильнее. Но я думаю, что когда я ему попадал, он ощущал такие же эмоции. То есть он был так же сильный. То есть это не было, что бух, вот это чемпион мира. Сильный удар, жесткий. У него были очень тонкие перчатки. Эверласт Мексис, это самый тон, который можно боксировать. Поэтому я сказал с Николаевичем, знаете, да мне хуй руку все можно. С лицовых рукавичек я не собирается пропускать рука. А какой раунд все-таки самый сложный был для вас? Я думаю, что одни из самых отреженных, которые были в начале раунда. Первый, второй, третий. А потом как-то оно пошло. Я чувствую, пошло. В углу мне говорили вещи, которые я понимал, я их делал. И пошло, пошло. Вот она покатилась потихонечку. Я понимал, что все, мои руки, мои ноги. Перед 12-м раундом о чем думали и что сказали в углу? Где-то после 8-го, 9-го раунда Син Николаевич кричал контроль. Виталий говорил, только ноги передвижения, все. То есть по очкам вели, дело сделано. Просто вы передерживаете эту же линию, не реваншируете, не драться с ним, не рисковать. Просто аккуратно, спокойно и уверенно закончить поле. Какую долю Вашей победы сыграла тактика, а какую пили? Вот если по проценту отношений, можете так сказать? Сложно представить одно без другого. Если бы ты вышел очень сильно, у тебя не было тактики, но махнул два раза и не знаешь, что ты делаешь. Я думаю, здесь самое главное боксировать с такими боксерами и ландарчиками, я думаю, это надо было четким, правильный анализ. Правильный анализ, надо было понимать то, что он будет делать. И мы это поняли, разложили, у нас и получилось. Андрей Михайлович, вопрос к Вам. Понятно, что Вы сейчас не будете называть конкретно, какие будут бои следующие? Но Вы все равно зададите. Ну все. Хотел бы направление, обозначьте. Какое Ваше понимание сейчас и какие сценарии развития вообще возможны? Сколько именно? Вы имеете в виду именно Григорий. Значит, как бы так сказать правильно, значит, когда заканчивается бой, мы на неделю объявляем в моратории вопрос о какой бой следующий. Потому что, но это нереально. Так, за секундочку, человек стал чемпионом мира. По версии, забыл. Если Вы забыли, да? И мы сейчас вообще не думаем ни о каких других боях. Голодарчик настолько серьезный соперник, что, в общем, когда я разговаривал с поляками, я чувствовал через слово, что они всерьез нашу победу ну как и не работают. Ну вообще. А не просто говорили, ну там, когда мы победим, будет вот это, и так далее. А настолько серьезный соперник, что, в общем-то, мы все очень сильные. У него больше 50 профессиональных боев. Посмотрите, он суперопытный. Реально такая вот в марсерской машине. Идеально. И даже, чтобы у него выиграть бой, нужно этот бой провести идеально, без ошибок. Нигде не ошибок. Вот что, собственно, Гриша исполнил под нашими посмещенными задачами. Вот и все. По поводу следующих боев и так далее, выиграть сейчас. Давайте, ну ладно, неделю вообще не трогайте. Грибыли, до боя с Владарчиком Вы этот предстоящий поединок называли самым важным в своей карьере, жизни, уже после боя. Действительно, Вы считаете, что это вот сейчас был самый важный бой в Вашей жизни? Безусловно, на сегодняшний день и вообще, так как у меня развивалась карьера, это был самый важный, это был самый сильный соперник моей истории по всем. Он был самым сильнее, и не был. Так и есть. Я так по-прежнему считаю. Григорий, Денису Лебедеву задали вопрос сейчас. Готов ли он выйти на ринг с Вами в какой-то момент? Как думаете, что он отвечал? Ну, я думаю, что мне подсказываете? Нет. Во-первых, вопрос был другой. Во-вторых, он был мне. А в-третьих, я сказал, что в ближайшее время в ближайшее время не был. А в-третьих, если серьезно, конечно, и Гриша, и Денис готовы ходить против любого соперника, где угодно, как угодно, с контролем собственного страха, в-третьих, и в-третьих, и в-третьих. Но Денис сказал, что это невозможно. Ну, это вообще достаточно странный вопрос, тем более в нашей ситуации. У нас не так много чемпионов, чтобы с кем-то расставаться. Тем более, два чемпиона, а не у одного промоутера. Я думаю... Ну, у нас еще в Крузер, видите, на секундочку, еще два чемпионских звания, которые нам не принадлежат. Еще по двум версиям. Но есть куда поразвить. Григорий, бой будете пересматривать? Если да, то когда? В ближайшее время или пока отложим? Сейчас не могу сказать. В ближайшее время до его буду выходить. Что же такой бой не пересматривать? Приятный такой. Я хотел сказать, когда я сидел после середины боя, после шестого раунда, когда я вышел до вихрей и сидел напротив меня. И он мне там подсказывал, что давай, круто. Потом, когда после шестого раунда, я вот сижу, он прям на меня смотрит. Показывает. Давай, Сьюзи. Прямо мне он подсказывал. Я сажу, смотрю на него. Он мне начинает там так, так, круто, круто. Давай, давай, спокойно. Я тебя махаю. Это было забавно. Да, но приятно. Я видел. Он приятный человек. Класс. Он за нас болит. Он нам помогает, подсказывает. Очень классно. Вообще, публика я сейчас удивился. Столько чемпионов было в зале и вообще полная чаша. Я думаю, это был большой, настоящий, мировой бокс, как происходит в любых других городах мира, когда произошли сегодня у нас. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.